Лукашенко встал на сторону Украины и уже дает советы заложному, как сохранить боеспособность ВСУ. В чем опасность? Я не понимаю, почему на это не обращают внимания украинские руководители, военные. Опасность заключается в том, что если они бросат сейчас, перед 11-м числа, чтобы продемонстрировать своим покровителям свою мощь, лучшее подразделение в бой, они окончательно похоронят украинскую боеспособность. Они перемелят все там. Ну, а если серьезно, то, предчувствуя беду, бедный картофельный фюрер из кожи вон лезет, чтобы остановить контрнаступление украинцев. И тогда, с той точки, где они сейчас атакуют, чтобы отрезать Украину, сухопутную дорогу на Крым и так далее, разрубить группировку южную, как только они перемелят здесь свои войска, Россия нанесет контрудар. А защищаться будет уже украинцам нечем. Они отрубят полностью Украину и от Черного моря, и от самых-самых-самых хороших и выгодных, и ценных для Украины территорий. Вот над этим надо подумать. Фельдмаршал, стратег Александр Лукашенко все чаще примеряет на себя роль верховного главнокомандующего армии оккупантов. И склонившись над картой, словно Гитлер в апреле 45-го убеждает всех в силе нацистского, пардон, расшистского оружия. Россия выдержит, но для них потом будет очень опасен контрудар по югу Украины до Приднестровья. И тогда с государственностью Украины вопрос будет решен. Ну а пока Гай Бульба-Цезарь самоутверждается на фоне потерявшейся бункерной моли, сам Путин сосредоточился на делах более важных, а именно новом урожае картошки. Ну картофель в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали, помните, когда суповый набор начал расти? 600 тысяч тонн. Вкусно? А? Я вам привезу. Как в Белоруссии? Нет, лучше. Я думаю, что лучше. Скажу, Александр Григорьевич. У нас почва, все-таки стуглина больше песчаная, картошки есть куда развиваться. Мне показалось, или Александр Самовлюбленный и Владимир Трусливый поменялись местами? А что вы думаете об этих перевоплощениях смешных диктаторов? Путин уже все, а Лукашенко пытается стать его преемником? Напишите свои комментарии, обязательно почитаю. А также ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на наш канал и звоните в колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok